При посадке работает два человека. Один делает отверстие до 15 сантиметров, второй вставляет в него саженец. Главное условие технологии – мечом прижимать корневую систему, чтобы не оставить воздуха. Если про это забыть, корень молодой сосны может засохнуть. Простая инструкция влияет на приживаемость. Будущее деревьев зависит и от дальнейшего ухода. После посадки важно убрать травянистые растения, чтобы они не мешали росту сосны. В более старшем возрасте идет подавление древесными насаждениями. Это у нас те насаждения, которые здесь в Бару присутствуют в подлеске. Это рябина, ольха, ива. Такие вот, которые более кустарниковые насаждения. То есть мы их убираем тоже, осветляя сосну, тем самым у нас она поднимается и начинает быстрее расти. В рамках акции «Сохраним лес» сотрудники МЧС, полицейские и волонтеры сегодня посадили двухлетние саженцы в городском Бару. На месте пожаров появится около двух тысяч новых деревьев. Также на территориях, где проводятся вырубки, как главного пользования, так и санитарные рубки, где проводятся, там мы восстанавливаем наши леса. Приживаемость на участках, которые мы высаживаем, не только в рамках акции, но и вообще по территории Челябинской области восстанавливаем леса. Она сварьирует от 85 до 90%. За четыре года существования акций на территории Челябинской области высадили более 6 тысяч деревьев. По всей России порядка 20 миллионов. Главная цель национального проекта на этот год заполнить страну зелеными насаждениями на 70 миллионов.